Как не оказаться без жилья? В Киеве переселенцев из Крыма и Донецкой области просят освободить помещение, предназначенное для детсада. Здесь их поселили временно. Какие есть варианты, знает наш корреспондент Эльвина Сидбулаева. А здесь вот у меня еще тут четверо детей, тут двое, тут и двое тут. Сейчас Анну Бордюр вместе с семьей просят покинуть помещение. Они переехали из оккупированного Крыма. Рассказывает, в центре помощи переселенцам живут уже около года. Его открыл мэр Виталий Кличко при финансовой поддержке USAID. То, что постоянно нас терроризируют, постоянно на нас давят, а говорят при этом, что то отберут детей, то говорят, что мы манипулируем детьми или еще что-то, что мы хотим здесь жилье, хотя по законам переселенцев нам не вправе дать жилье. То есть вообще, короче, это отпадает однозначно. Мы просто хотим, чтобы нам дали комнату, где мы могли жить спокойно. Дети ходили в школу, в садик и все. Это старшая Лаура, это Диана и маленькая Вероника. Когда погибла мама, меньше ей было год и два месяца. Ну, сейчас ей уже три годика. Собираются выселить и этих детей. Они остались сиротами. Их мама погибла два года назад в Снежном Донецкой области, когда российские боевики наступали на поселок. Римма Григориан взяла детей под опеку. Они уже третий раз будут менять школу. Вот сегодня мы здесь. Как будет завтра, я не знаю. Я бы с удовольствием жила у себя дома, под своей крышей. Вот и нигде бы я не скиталась, ничего. Но просто жизнь заставила, нас вынудила уехать и оставить жилье. А где вообще сейчас дом? В Торезе. Там уже ДНР. Я созваниваюсь со знакомыми. Просто как там выживать, я просто не знаю. Вот загнали вот в тупик. В настоящее время в этом здании живут четыре семьи. Они в шаге от того, чтобы остаться под открытым небом. К ним неоднократно наведывались социальные службы и представители администрации города. Просят освободить здание. Договор аренды заканчивается. В детском саду людей поселяли временно. Слышите, до августа месяца мы вынуждены освободить помещение. Уже вот ее наносим. Поэтому давайте вместе искать максимальное местное место. В тот момент, когда заселяли сюда людей, это помещение было не рассчитано на переселенцев. Изначально. Это был центр для детей. Их временно переместили сюда для того, чтобы они не остались на улице. Один на один с собой проблема. Этим занимались и социальные службы, и службы у справок детей. Понимаете? То есть предупреждали об этом. Да, предупреждали, что на полгода. Это как приют. Есть варианты. Мы предлагаем. Просто людей это не устраивает. Они хотят в Киеве. Варианты были разные. Среди предложенных вариантов – Запорожье, Житомир, Чернкасы. Те, что нам предлагают советские Минсоцполитики, предлагаем мы абсолютно. Это же тем временем на Бевропе? Нет, нет. Это более длительное пребывание, но за деньги уже. Чисто символичное. 300 гривен с собой. Сейчас соцслужбы ищут компромисс. Подключились и журналисты. И уже в ближайшее время вместе отправятся искать жилье переселенцам. Ильвина Седулаева, Слямпенко, Заман, АТ.